Эта информация, которая лежала у вас в латентном состоянии внутри многие века, на вашем эмоциональном теле, она активируется только тогда, когда будет источник, излучающий энергию, которая активирует ваши знания. Можно было бы сделать лекцию, часов на 85 рассказывая все, что здесь написано. Кому это надо? Вы каждый, каждый из вас может это прочитать. И каждый раз, читая, вы будете читать это по-новому, потому что вы уже изменитесь. Я пришел сюда к вам, ну, сообщить вам пренеприятнейшую новость. Во всех мирах существует один и тот же закон. Любое живое существо, которое родилось, умрет. И этот вопрос смерти, который очень многие даже боятся о нем думать многие годы. Вот я встречал людей, они об этом смертью. Они говорят, да вы что, зачем? Зачем вы там говорите? Она все равно придет. Когда Сэй-Бабу спросили, я опять сделаю ремарку, потому что я Сэй-Бабист и буду в своей лекции, может быть, в своем разговоре с вами опираться на его высказывания, потому что они мне близки. Сэй-Баба сказал, когда его спросили, а что вот вас удивляет в этом мире? Тебя? Он говорит, меня удивляет, что люди знают, что они умрут, но живут, как будто бы не умрут. Как надо жить, если знаешь, что ты умрешь. Хотя бы исследовать этот вопрос, что такое смерть, постараться понять, для чего... Когда ты начнешь исследовать вопрос о смерти, автоматически придет вопрос, зачем ты родился. И с этого пункта вообще начнется самоисследование. Но мы сделаем шаг дальше. Мы не будем думать о том, как умрет, кто умрет, когда умрет. Мы будем думать не о смерти, а о рождении. Потому что наша задача, в принципе, главная, тотальная задача не родиться вновь. Смерть, она придет, хотим мы этого или не хотим. А вот наше будущее рождение, которое нас опять втянет в это колесо воплощений и рождений. Вот этот главный вопрос. Сейчас им можно заняться. А единственный вопрос, единственный момент или способ не родиться вновь, это сейчас здесь найти Бога в себе. То бишь, получить освобождение, просветление, стать дживан муктой, просветленным человеком, если ты стал просветленным человеком, у тебя исчезли все страхи. Потому что ты стал, ты есть поистине бессмертен, но ты стал бессмертен. Какой-то лама там уже 14 раз рефернирует его все в храм, он все сидит, сидит, уже 14 лет в рефернацию. Ну, как они там утверждают, если что, нужно ее с ребенком. А смысл-то тогда всех этих рефернаций, если он сидит, одну и ту же жизнь проживает. Вы имеете дуламы? Да, да, да. Получается, где гарантия, что ты дед умер, и просветился, и там завтра не родишься, а там это... Он, я говорю, уже 14-15 лет в рефернации его ищет. Они уже там, по-моему, каждый раз умирают, они его в каком-то ребенке признают, опять он там четко узнает, они его опять ламы садят, они... он опять живет в том же самом хаосе. Ну, то есть, в комнате... Как смысл в такой же рефернации? Как смысл в этом... Хорошо. Как смысл в такой рефернации, когда это уже 14-15 лет? Дело в том, что мы, когда смотрим, мы видим его физическую рефернацию, мы видим, что он просто сидит, но мы не видим тонкого поля, мы не видим, какую энергетику он излучает, и какое воздействие оздоравливающее, освежающее, лечащее, производит на людей, просто пришедших туда. Просто он молчит. Как-то в деревню к Сайбабе помпезно пришел один святой с тысячами учеников. Когда Сайбаба был еще очень молодым, вот Баба вышел к этому учителю, учителю, тысячи учеников, и говорит ему, ты знаешь, ты заражен активностью, ты строишь храмы везде, ты постоянно двигаешься, ты собираешься учеников, а единственная проблема твоя, это твой страх. Того, что ты боишься уйти один в отшельники, в горы, и ты боишься, что тебе некому будет накормить тебя, обогреть, и что ты погибнешь. Ты говорит, великая душа, брось все это, уйди в горы, сядь в медитацию, и свет твоей души достигнет Индии и Тибета. масштабы, масштабы энергии, излучающей из человека. И Саибаба сказал, иди и не бойся, я тебя всем обеспечу. И это был переломный момент этого учителя, который оставил все ашрамы, всех учеников, и ушел в Тибет совершать свою садхану. Вдумайтесь в эти слова. Свет твоей души во время медитации там в горах достигнет Индии. Это просто слова. Да? Прекрасно. Нельзя ни уверить, ни проверить, ни пощупать, ничего не сделаешь. Хорошо. Я, честно говоря, трудно я могу представить человека, который честно, вот когда будет сидеть сам собой и начнет смотреть себя вовнутрь. Да, он будет, может быть, переполнен страхами, проблемами, заботами, всем чем угодно. Этот мир его уже достал, или у него проблемы большие, он может ныряет в себя. Но я никогда не поверю, что человек, который действительно посмотрит в глубину в себя туда, в эту черноту, и не увидит там спокойствие. Если он всю эту суету, которая у него в голове вот так вибрирует, все-таки пройдет туда и нырнет глубже, он в любом случае поймет, что что-то, он поймет, что невозможно, чтобы я умер. Это, по-моему, нормально, это естественно для человека. Ум тебя будет отговаривать как угодно, а внутри у тебя будет четкое знание, что это так. Ум тебя сразу же отговорит, ум тебя сразу же обманет. Но это чувство, если вы хотя бы один раз туда заглянете в глубину, вы всегда почувствуете, что это так, это по-другому не может быть. Потому что, если по-другому, все остальное, ну, какая-то ошибка вокруг. Смысла нет. смысл реинкарнации. Хорошо. Мне был период, я буду сказать про свой опыт. Я про того ламу, который 17-й раз воплощается и сидит, я ничего не знаю. Это просто передача. Как пример, да. 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 Представляем, представляем просто дом, представляем очаг, представляем огонь. Этот огонь горит, обогревает, на нем готовят, потушили. Утром проснулись, опять зажгли. Опять день прошел, потушили, опять зажгли. Какой смысл в этом огне? Вот эти воплощения этого святого, этой души, это есть тот огонь, который просто греет, помогает. Да, это, да, это конечная точь, вообще, это, можно сказать, смысл всей игры. Выше ламы, например, у них там подняться невозможно, когда болтаются куда-то. Вы у него спросили. Выше ламы, это у них. Ну, в принципе, да, вот у них выше ламы, возможно, подняться некуда. А я как-то, вы знаете, никогда не восхищался почему-то ламами. Вот, не знаю, вот, я думал об авторитетах. Вот, ну, с детства, допустим, или вот, когда уже стал понимать, что происходит в этом мире, не понимать, догадываться, что что-то происходит. это что подтверждает? Это подтверждает, что этот физический мир, что есть сила какая-то, которая может быть выше, чем этот физический мир. Ну, и Аллах Акбар. И пусть себя реинкарнирует. Это его судьба, это его жизнь. И пусть он, может быть, он во времена Атлантиды так накосячил, что ему еще 20 раз сидеть там ламой. Мы же причин не знаем, почему он это делает. Потому что, я же, я уже говорил это, что, как так саибабе сказали, русские пришли и говорят, ой, у нас там вот есть женщина, она там нам карму. корректирует. Баба говорит, люди, никто вам никакую карму скорректировать без последствий не может. Для того, чтобы вмешаться в вашу карму, тот, кто вмешивается, должен знать минимум 49 предыдущих воплощений. кто-либо из тех, кто пытается вам корректировать карму, вообще знает об этом? Нет. Поэтому глубину, я говорю о глубине причины. Так вот, лама рождается, у него есть своя глубина, свои корни того, почему он рождается. Именно там, именно много раз. Когда мне во сне были показаны мои воплощения, все, я был очень удивлен. Это была такая толпа, человек 250. Мужчины, женщины, индийские, японские, Европа, американские, негром был, кстати, полицейским. Это последнее воплощение. После египетские, чего там только не было. Вот огромная масса вот этих вот тел стоит, но в этот момент мое сознание было именно с точки зрения большого я, которое животворит всех. И вот я стою, стоит, окружает меня вся эта толпа, я к ним спустился в таком огромном храме сверху, я знаю, что это все мои воплощения. И вот я стою, смотрю на них, и все смотрят на меня, одновременно являясь же мною, с такой любовью и восторгом. Здесь происходит такая вещь, такая вспышка, знаете, как в фильмах показывают, после взрыва идет такая волна воздушная, такая волна прошла по этой толпе, и они все забыли, что они это я. И стали все заниматься своей жизнью, они все, кто стал молиться, кто стал танцевать, а негр стал на меня вообще нападать. Да, ему надо. Понимаете, в чем дело? Вот какой смысл во всех моих тех предыдущих воплощениях? Я не знаю, я не знаю этой глубины, почему все это происходит. Поэтому отдать вопрос смысле тех воплощений, которые делает тот лама, в этом есть смысл, потому что во всем есть смысл. Но понять первопричину нам не дано. Поэтому мы просто примем это как факт. Да, вот есть лама, есть то, а не ну, слава Богу, на все есть место в этом мире. Если мы будем говорить о рождении, как вы говорите, то мы говорим об освобождении от иллюзии. Этот мир не является иллюзией, этот мир реален, потому что очень я встречал такое понимание учителя, некоторые приезжали, говорили, они говорят, этот мир иллюзия, и это моя ошибка. И я понимал, что ну да, это иллюзия, это все вибрации, это все энергии, это атомы, если посмотреть, как можно меньше, побольше, то они вообще прозрачные, придем к выводу, что все энергия. Это на самом деле так и есть. Разные виды степени энергии. Поэтому человек, который находится за этой игрой, имеет власть над этим физическим миром. И он может 300 лет там лежать или 70 лет в теле. Если есть индусы, которые живут там по 300 лет, по 700, по 1000 лет. И что? Это что, достижение? Это великая заслуга или цель, ту, которую мы должны достигнуть? или как? Зачем? Смысл? Да, можно с помощью практики добиться, что ты будешь жить 500 лет. Ну и? Вот прошло 500 лет, представьте, вот мы стоим, ну и? Что изменилось? Мы точно так же будем захвачены этой иллюзией, что мы вообще-то иллюзия заключается в том, что мы считаем себя отдельными от этого мира. Это мы и есть иллюзия, не мир иллюзия. Наше понимание этого мира иллюзия. Вот представьте такую картину. Сейчас вот здесь вот от потолока такая пленочка, скажем. За ним находится Бог за этим потолком. но мы все части его. Но вот это пространство, оно мешает нам понять, что мы и он едины. Как те же капли в воде, которые падают? Они падают все отдельными. Так себе летит, и все. Капля индивидуальная такая, ух, полысенька треснула. А она в принципе часть воды. Вода знает, что она его часть, а капля летящая не знает. Вот мы читали, что это так, но мы не пережили этого состояния. Так вот я как раз передавая вам состояние, о том, о котором говорю, состояние тотальной связи с учителем, скажем, это так, чтобы было так пафосно и кромко. Вот это состояние, которое передается, это представьте через потолок так, ниточка спускается в вас, проникает в вас, и вы уже имеете связь с Богом, одновременно являясь Богом, но сознание наше отделило нас от Него. Поток или состояние, которое я, слава Богу, могу передавать, это не моя сила, это ваша сила. Я не прихожу и даю от себя что-то вам, я обладаю способностью, опять же, спасибо Всевышнему, вас соединить с тем единым источником, и он уже будет вами. И это, извините, кто был на прошлых семинарах, поднимите руку, пару человек, вы получили подтверждение, что вы можете быть управляемы из источника? Кто да, кто нет? Кто сомневается? Кто-то мог получить это только в присутствии, меня? Такое тоже возможно. А когда ушел из этого поля, из этого сила, он не может один. Ничего, поэтому я здесь. Попробуем еще раз этот канал пробить. так вот иллюзия, это и есть вот это пространство, которое нас отделяет от единого. Поток, который вам будет дан, это будет та ниточка, через которого будет Всевышний конкретно вас подтягивать к себе, притягивать к себе, потому что вот это состояние потока, это доказательство, это инструмент разрушения сомнений. Если человек сидит, если человек, скажем, сомневается, все говорят, существуют энергии, существует Всевышний, существует внутренний учитель, но никто не показал, не дал пощупать. ум такая зараза, пока не дадут ему пощупать, не соглашается и все. У вас есть удача, возможность, удача, почувствовать это, пощупать. Может быть, кто-то, может быть, кто-то, прикоснувшись к этому и просто пощупав его, у него произошла квантовый скачок, будем так словами говорить, квантовый скачок в сознании, и он, даже не продолжая занимаясь этим, он уже перенастроен, он уже, вот эта ниточка уже существует связи. Человек, который прикладывает усилия, тот эту связь увеличивает. Он этот поток увеличивает и тогда к нему приходят всякие подарки в виде ситх. да, именно так. Вот почему надо настаивать? когда мне было лет 19, наверное, может быть, пораньше, я сидел и думал, вот что в этом мире может меня вообще привлекать? Детей? Связи какие-то с родственниками, с близкими? Я их всех детстве похоронил уже. Я думал, 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 и единственная причина, для чего я вообще живу, это был, для меня остался секс. Все. Как человек с таким сознанием может искать Бога? Да, вот, вот мы и пришли. Да, человека отвлекает вот эта вот игра. Да, да, стремление к чувственным наслаждениям, сценарий прописанный для нас, потому что мы должны пройти свой путь. Мы используем, Бог использует эту тягу, эту энергию, нас с кем-то связывает, какой нормальный человек добровольно женится, скажите мне. Какой? Это нужно что-что? Да, какой добровольно человек женится, зачем ему нафиг ему это нужно? А Бог, используя ваши предыдущие связи, долги, кармы, надевает на вас шапочку идиота, и у вас гормоны, чувства, вы взорвались, и вы ведь не испытывали ничего, более глубокого и масштабного, чем этот взрыв, и вы притягиваетесь, и вы притягиваетесь этой золотой цепью ваших, можно сказать, позитивных, хороших дел, вы притягиваетесь и сживаете их за три дня, но вы уже поженились, ребеночка уже заколбасили, и начинается пиление железной цепи, и ты всю свою жизнь до пятидесяти спилишь эту цепь железную, вот ты ее распилил, золотой нет, железную распилил и завис, а какой смысл тогда, куда тебе двигаться, зачем все это было, и тогда ты начинаешь задавать главные вопросы для себя, зачем ты родился, что это было, неужели кто-то из вас сейчас сидящих может мне сказать, что он постарел, не смешите меня люди, ведь внутри из вас никто не постарел, и ваше чувство, которое было я в детстве, что, приношу соболезнования, ведь здесь посмотреть себе внутри, это значит, что ваш ум полностью захватил над вами власть, нужно приносить уже точку от ума к сердцу, потому что ум вам ничего, никаких удовлетворений, каких-нибудь стабильных состояний хотя бы покоя не дал и не даст, потому что все ваши эмоции, переживания, страхи, заботы, это его пища, он обеспечивает себя пищей, заводя вас, все, ум вам не даст, так вот, этот поток, о котором мы с вами говорим, это есть маленький такой финт, когда человек, имея абсолютно железобетонный ум, который не дает ему абсолютно вырваться за пределы этого физического мира, связывается, минуя его к сердцу, и если у человека есть какая-то доля, нет, секунду, начнем с того, что раз вы здесь сидите, значит, так должно быть, никто сюда не пришел случайно, я каждый раз приезжаю сюда, я, наверное, за месяц до этого начинаю садить, медитировать каждый вечер перед сном и говорить, Господи, пошли мне на семинар только те, кто должен прийти, вот он послал вас, и вас также, и то, что я говорю, может вас вызвать возмущение, может вызвать полное отторжение, самый главный факт, что мои слова вызовут вас то, что у вас лежало веками, утрамбованное в недрах, и сейчас оно взорвется, может быть, это и было последнее препятствие, которое вам принесет облегчение, вот это все всплыло, вы перегорели, и почувствовали, что что-то изменилось, вот этот мешок угля, который висел за вашими плечами, он сгорел, и с этого момента начнется изменение, в жизни, в сознании, может быть, глобальное, тотальное, мощное, захватило и все, ты другой, может быть, постепенное, капелька за капелькой, как Саи Баба говорит, вера, это как маленький росток, который у вас пророс внутри сердца, оберегайте его, сохраняйте его, не дайте эмоциям воздействия со стороны других людей, разрушить и затоптать его, пусть оно крепнет, растет, это значит, не дайте затоптать, не выкладывайте всем перед всеми, вот так вот, ой, гляньте, какой у меня росточек появился, толпал, ду-ду-ду-ду-ду-ду, пробежало, и нету росточка, храните в себе, раз вы почувствовали, пусть он крепнет, а пусть он вырастает в могучий дуб, что же никто не может ему ничего сделать, вот тогда никто не сможет повлиять на вашу веру, потому что по мере веры человек начинает получать подтверждение того, во что он верит, дело в том, что есть такой закон, все неверующие говорят, вот покажи мне чудо, я уверую, а вот нифига, нифига, ты не уверуешь, даже если увидишь чудо, ум тебя обманет, он скажет, нет, это галлюцинация, это так, если это оттуда упало, отразился, так, ага, вот это было вот так, и ты никогда чудо не увидишь, но по мере веры, как ты начинаешь приближаться к вере, чудеса происходят в жизни, случайно, в знаках, даже в цифрах, посмотришь на время, там 23-23, через три дня посмотришь, начнется там 23-23, и после, 23-23, я умер, а что мне тогда хорошо, да, понимаете, и с знаками начнет с вами общаться, а есть тотальное, моментальное изменение, как апостол Павел, шел, гнал христиан там себе на порубку, и на тебе, оп, и стал апостолом, созрел, да, вывод какой, сюда пришли те, кто созрел, или кто же готов впитать эти эти, можно сказать, соки, которые приведут вас уже к этому раскрытию, у нас в группе есть атеист, у него погонял атеист, его супруга, его знакомые друзья, уже лет пять у меня в группе, у нас там маленькая группа, семь, восемь, максимум собирается двенадцать человек сейчас, как-то так, какой-то там на месте, в Берлине жесткий какой-то такой отсев, потому что очень многими я говорю нет, и вот он пять лет хихикал над своей супругой, а супруга просто расцвела за эти пять лет, а он-то понимает, что что-то здесь не так, хихикает, а сам же понимает, зараза, что что-то здесь не так, и лет через пять он мне всех запросил, можно я приду на тренировку, я говорю нет, ну ладно, и вот как-то один раз он спрашивает, можно я приду на тренировку, а я смотрю, а у меня да, я говорю да, приходи, вот он пришел, ну у нас тренировка, там ну что мы садимся, поем в начале мантры, там медитация, там в начале я к каждому подхожу, там сделаю то, что нужно в данный момент сделать, опять же руководит он тот, и после начинается, скажем, работа в потоке, каждый индивидуально, как я называю, так называется, так скажем, ты входишь в поток, я даю себя на волю Всевышнего, и вот он сидит на лавочке, там есть большой зал, с матами там, сидит на зал, на лавочке, так, а я почему-то за ним наблюдаю, и вот он сидит, так, ухмыляется на весь зал, здесь, и он стал верующим, он сейчас самый рьяный, тот, кто тренируется на тренировке, потому что его прошиб такой мощный поток, что трансформировало моментально, все, он инвалид, у него рука поднималась правая вот так, ногу таскает, авария была очень серьезная, сейчас он в потоке, правую руку может поднять вот так, а без потока вот так, но уже вот так, а в потоке вот так, ему подтверждения нужны, ему не нужны, он сейчас не верующий, он сейчас знающий, вера, это предварительный этап, перед тем, чтобы стать знающим, то, что я вам говорю об Адвайте, о том, чтобы стать единым, чтобы сбросить эту иллюзию, я где-то внутри чувствую, что я просветленный, или был, или есть у меня это знание, но в этой жизни, в этом теле, я не проходил этот опыт, я вам не могу сказать, что я Дживан Мукта, человек, который прошел состояние самадхи, нет, у меня этого не было, но для этого тоже есть причина, как у того ламы, может быть для того, чтобы меня, меня и держат в этом состоянии, чтобы я как можно большим вот эту связь смог передать, потому что если меня накроет, то я же скажу, а где другие, я сейчас стою здесь, и другим передаю этот поток, а когда я это пройду, для меня не станет других, для вы все станете мной, кому я тогда буду говорить, по большому счету, сейчас и происходит это, монолог, понимаете, вы, я, все одно, все это игра, весь это театр, ну тогда я буду знать, что это театр, и вообще, что я мне буду делать, а сейчас, в этом условии, пока я тоже отделен, мы играем в эту игру, играем с удовольствием, задача какая, отыграть свою игру с удовольствием, многие, особенно христианская вера, она говорит о том, что человек должен в муках, в страданиях, пройти все свои пути, там эти пути, как же, блин, там как-то выражение было, меня просто восхитило, сколько-то там уровней страдания, что-то такое, кто-то меня такое вдвинул, я просто обалдел, да, путь к Богу, это радость, путь к Богу, это легкость, это радость, это наслаждение, но нет ничего более приятней и опасней, чем путь к Богу, потому что по мере приближения к огню у тебя есть шанс вспыхнуть и сгореть, хотя это является целью, вспыхнуть и сгореть, но это опасность в чем? Это больно. Если в тебе еще остались какие-то качества, недоработанные, если тебе еще остался какой-то кармический груз, у Сайбабы есть такое выражение, так рвануть к Богу, чтобы карма тебя не догнала, понимаете? Да, вот человек с любым, поэтому говорится, что любой может достигнуть просветления, только он для этого должен взять и рвануть к нему, и тогда вся эта карма, она уже не в счет. Да, а если мы просто тихонечко идем по пути, вот карма, мы отработали, пошли, вот карма, отработали, пошли, но человек, который верует, который не сомневается в его существовании, в его милости, который не сомневается в том, что смысл есть во всей этой игре и одновременно никакого смысла. Лилла. Все же говорят, это божественная лилла, божественная игра. Это божественная игра. У нас у каждого своя роль, чтобы мы ее отыграли. Мы можем отыграть роль Пьеро, плачущего постоянно, с радостью. А можем отыграть Буратину, такого задорного, в печали. Так вот, вопрос в том, чтобы мы свою роль отыграли в радости, независимо от того, что происходит. Но для этого нужно подтверждение хотя бы. Какой-то опыт, что это так, что он любит каждого из вас и что он делает все, что с вами произошло, это вам на пользу. С этим очень тяжело согласиться. Особенно те люди, которые прошли через какие-то лишения, страдания, согласиться с тем, что все, что с ним произошло, это на пользу, это нужно иметь огромное, я бы сказал, мощное веру и опыт духовный. Фантазию. Ну, с фантазии начинается. Мы же знаем, что любая фантазия имеет под собой реальность, потому что ничего не может возникнуть из ниоткуда. Любая фантазия, пусть будет эта фантазия, но придет момент, когда вот так вот поток тебя и ты изменился. Для этого хотя бы изменить направление поиска. Вот вы сюда пришли. Я здесь столько всей информации о всех этих книгах. Я с вами пытаюсь говорить о тех вещах, которых я знаю и которые могут ту энергию, которая может немножко быть активна. На чем я стою? Вот я сейчас стою здесь. Какая основа? Первое. Смерти нет. Смешно. Смерти нет, даже не сомневайтесь. Для меня это не фантазия и не кто-то мне что-то сказал, это мой опыт. Смерти нет. Бог любит каждого. Он любит каждого, человек об этом даже не знает. Это как утверждать, что солнце кому-то не светит. Ты можешь находиться в подвале и утверждать, что солнца нет, но оно есть, и оно тебе светит. Выйди из подвала и увидишь. И придет время, ты выйдешь из подвала. Потому что для каждого действия здесь существует первопричина. В результате многих первопричин вы сидите здесь. В результате многих первопричин я стою здесь. Это опять же относится к этому сценарию. Смерти нет, Бог любит каждого из вас. И все, что с вами произошло, к вам на пользу. Саи Баба говорит так. Если вас укусил скорпион, скажите, как хорошо, что не укусила змея. Если вас укусила змея, как хорошо, что не укусил крокодил. Понимаете, настрой, настрой. Вот у меня мать абсолютно неверующая. у нее проблемы со здоровьем, я ей звоню, и говорю, мама, как дела? Ну, как дела? Многие знакомые уже умерли, я и жива. Как дела? Хорошо. Хотя с кровати встать не может, нога болит, то болит, все болит. А вот такой подход, позитивный подход к тому, что с вами происходит. Уныние. это считается самым большим грехом. Уныние. Но, опять же, мы здесь все собрались для того, чтобы вам дать почувствовать. Потому что дайте мне почувствовать. Поток это почувствовать. Кто знает, как он через тебя проходит? Кто-то почувствовал, может быть, его не так ярко. Кто-то даже, может быть, не понял, что это было. Тот получит подтверждение сегодня, скажем, завтра. Я знаю многих людей, которые получили поток, попробовали, но в компании у него не получается, а в одиночку лень. И он забрасывает. Потому что вообще садхана, садхана это твоя, скажем, молитва, твои действия, твое стремление, это твое действие по пути к Богу называется садхана. Так вот, люди, вообще, садхаки делятся на три категории. Рыбы, животные и черепахи. Рыбы это те, которые чувствуют себя хорошо, только в уединении, в тишине, в глубине. они только тогда могут думать о Боге, рассуждать о Боге, чувствовать Его мощь, Его силу. Один тип. Второй тип это львы. Если он остается один на один, он переполнен желаниями, агрессией, там, голодом, чем угодно. Но когда он в стае, ему хорошо. Есть и ипахи, которым пофигу. Или в воде, или на суше. Определитесь, кто вы, где вам удобней, где вам легче. Исследуйте тому, к чему вы относитесь. Если вы рыба и будете пытаться найти умиротворение в толпе, не получится. Если вы чувствуете, что вам хорошо, когда вы один, вы нырнули на семинар, посмотрели и нырнули. И там занимайтесь собой. Вот кто пришел сюда, допустим, и он только в толпе почувствует вот эту энергию, подъем, пожалуйста, стремитесь туда, посещайте семинары, сатсанги, так называемые. Сатсанг это вообще-то беседа о Боге. Ищите эти общества, ищите там, шаг за шагом будет происходить ваша трансформация. Определитесь, кто вы, что вы хотите и действуйте. Человек рождается сразу с двумя стражами рядом с ним. Это я и мое. И эти два стража в наручниках его всю жизнь ведут. Задача человека избавиться от этих стражей. я и мое. Все, что мое, не мое. Дети не ваши. Все, что имеете, не ваше. А вверенное им вам на временное пользование. Я индивидуальность очень жесткая штука. Никак не хочет отпускать. но даже человек понявший уже, уже чувствующий, что это не важно, есть что-то большее. Вот это свое я, которое мечется, страдает, это такая фигня по сравнению с этим глобальным и мощным. И он уже стремился туда. И на семинары очень часто приходят те, которые уже приблизились к последним вратам. После этого сделать шаг, и он становится просветленным. Просветленным это у него падает эта вот иллюзия, что все раздельно. Он тогда понимает, что этот стул это Бог, это микрофон это Бог, что это я, это я, это я. Для него нет границ. Он не может жить в этом состоянии. Человек не может жить в состоянии, когда он находится в состоянии самадхи. Он переживая это происходит трансформацию и он уже знает это. Он уже живет соответственно этому. К вам приезжал Цезарь. Кто был на лекции Цезаря? О чем он все время говорил? О чем он говорил об этом? Бог вот так вот спрятался от нас и много-много веков мы мучаемся, мучаемся, после его веков. Ку-ку. И все. И ты понимаешь, что оказывается ух ты. Все это игра. С этой точки зрения подходить к жизни, а не с точки зрения, что мы должны пойти всем кругом ада, через эти муки. И если тебя никто не мучает, что-то здесь не так. Это так. Это так. Радость. Степень веры – степень радости. Степень легкости человека – это степень его веры. И вот мы вырвались от этих двух стражников «я» и «мое». И приходим к последним воротам. Вот они все перед нами. Шаг сделал и достиг цели. И здесь стоят два стражника. это усилие и терпение. Потому что если мы послушаем учителей, ну, того же, скажем, Цезаря, если мы послушаем Пападжи, если мы послушаем Ромеша Балсихара, они все говорят, что вы паритесь? Они все говорят, что вы вообще паритесь? Ничего нет. Все есть он. Расслабьтесь. И все к вам придет. Они говорят с точки зрения атмана. Но если мы здесь внутри и играем и играем по тем правилам, которые создал атман, то атман нам говорит, что перед последним шагом стоят два стражника усилия и терпения. Очень многие, но в любом случае, я наблюдаю, я сам был в этом положении. Когда я посмотрел лекцию Ромеша Балсихара, опа, и расплавился. Чего напрягаться? Когда все есть, он, все само придет, рано, даже Саи Баба говорит, что рано или поздно вы все равно все придете ко мне. Вы все равно все осознанно или неосознанно сольетесь со мной. Потому что когда начинается ночь Брамы, все творение всасывается в точку. И хотим мы этого, не хотим, мы все станем им. Осознанно или неосознанно? Поэтому чего беспокоиться? Но мы же хотим прекратить наши страдания. Кто скажет, что прожил жизнь абсолютно без страданий? Покажите мне того человека. нету. Потому что этот мир подразумевает страдания, наслаждения, страдания, наслаждения. И только для того, чтобы мы поняли, что есть что-то более этого, выше этого. Спокойствие и наблюдение за происходящим здесь. Это уже какой-то уровень стать наблюдателем. Бог через каждого из нас наблюдает за этим миром. Он играет с нами. Поэтому не берите все это очень серьезно и одновременно все очень серьезно. Вот, блин, закрутили, а? Поэтому если вы уже приблизились к финалу и не знаете куда бежать, усилие и терпение. Не забывайте, что стоят эти два стража. Не расслабляйтесь, а делайте какое-то усилие и проявляйте терпение. Усилие это садхана. Сайбаба говорит так, для того, чтобы получить мою милость, примените хотя бы какую-либо дисциплинарную садхану. Это говорит, для меня сайбаба это воплощение аватара. Это аватар для меня сайбаба. Это Бог воплотился в физическом теле и говорит нам, что нужно делать. Так вот он говорит, дисциплинарная садхана, хоть что-то сделайте с собой, хоть как-то себя возьмите в рамки, ограничьте себя в чем-то и сделайте усилие, и тогда вы получите милость с небес. И сайбаба говорит так же, ищите учителей, но прежде чем отдаваться учителю руки, очень четко взвесьте, проследите за ним, что он думает, что он говорит, как он поступает, совпадают ли его поступки, действия воедино. Очень внимательно, потому что если ты отдался в руки лжи учителя, то ты потеряешь может быть несколько жизней, завязанным во всем этом. Выбирайте все это, очень внимательно, ищите учителя, хотя на самом деле не ученик ищет учителя, а учитель ученика. Когда человек готов, приходит учитель, но к моему великому удовлетворению у Бобы есть такая фраза, как он пишет об учителях, но предпочтительно или желательно иметь внутреннего учителя. Внутреннего учителя. Так вот, тот поток и та связь, которую вы получите или почувствуете, это и есть состояние тотальной связи с учителем. Это значит, что ты не должен сидеть и читать все эти книги и думать, какая же садхана мне нужна, что я должен делать. Ты становишься, отдаешь на волю учителя, и он начинает с тобой работать. И ты становишься наблюдателем проявления милости Бога, как он начинает тебя трансформировать. И это невидимые вещи или недоказуемые вещи, они происходят реально с твоим физическим телом, минуя контроль твоего ума. В твоем уме должен быть только один пункт, это доверие. Опять же, мы вернемся в вера. Может быть, в моем присутствии что-то происходит, и человек может обойти свой ум и образовать эту связь. Но если он хотя бы один раз пережил это состояние, это уже его знание, это его знание. Вот с кем очень легко работать? Вот, скажем, в шизотерическом кругу. Да. С теми, кто был в коме. Тот, кто пережил клиническую смерть. Вот с ними легко. Потому что они все выходили из тела и висели над своим телом и видели это тело и они знали, что они не тело. Вот этому человеку доказывать, что он не тело не надо, это его уже знание. из комы. из комы? Я сказал про клиническую смерть. про клиническую смерть. Мало у кого может останавливаться. Очень много несчастных людей. Мало кто выходил и что-то смотрел. Какие единицы? Вот те единицы и с ними очень легко общаться. в основном эта масса все-таки не очень хорошо. Глазы склеили ку-ку. Да, не очень хорошо с ними приходится. Ну, I'm happy. Да, то есть там дело это в том, что эти процессы происходят не только в его физической смерти, во время нахоз. И очень часто я для многих людей, у меня в самой есть такой опыт, и люди просто стесняются об этом говорить, потому что как здесь с кем это не случалось, это очень сложно рассказать. Тебе мало кто поверит. Правильно. Но когда с тобой это случается, тебе потом встречаются люди, с которыми то уже это происходило. Ты понимаешь, значит, не каждый кто под нахозом, он висел над своим телом, он видел все, что делают хирурги. Поэтому есть часть людей, которые сталкивались с этим. А здесь которые не сталкивались. Да, и мы люди не активические смиры, и не законы. Это момент, которые происходят бывают в клиническом смире. Это может быть совершенно в состоянии нормального сознания. Не в нормальном да, конечно, конечно, это может и в нормальном. Уже не нормальном. Да, я могу сказать. В нормальном это плохо другим называть. Слава Богу. Подождите, вы кто подходили к дурке? Вот я жил в Вологде, там, где я живу, как раз самая крупная по области психбольница, Кувшинова, там, когда я приезжаю в Вологду, там, зимой в сандалиях на босу ногу там, и на меня смотрят, говорят, тебе, наверное, в Кувшинова? Я говорю, да. Я как раз там и живу. А почему в сандалиях? А я ходил много лет только босиком. Было такое, было, тяга такая была, лет пять ходил я только босиком, независимо от минус 20, 30 и все остальное. Так, я наблюдал, мне просто было интересно, вот, там эти решетки, все эти, для нас душевно больные. Вы видели, какие они счастливые? Кто-то ходит, что-то помочит, оглядывается. Я почему-то видел только счастливых. Тех я не видел. я видел счастливых. А на улице идет такой, не видели? Видел. Он сам с собой разговаривает, оглядывается по сторонам, может, преследовать духи? Да, конечно. Так он не туда попал, куда надо было. Конечно, а вдруг его преследуют духи, а ты не видишь. А он их видит. Он не счастлив, на него нападает, он говорит. Дело в том, что это в какую струну сместится уровень восприятия? У нормального человека такой диапазон. У, скажем, оптимиста, сошедшего ума, вот такой диапазон. Он эту часть потерял, а эту нашел. И он счастливый. У оптимиста, сошедшего с ума, вот такой диапазон. У пессимиста, да, извините. Он все видит только негативное. А просветленный человек расширяет сознание вот так. Понимаете? Он себя, может быть, и там, и там чувствует свободно. В общем, позитивный придурок, у которого все хорошо. Да. Вот такими становимся мы. Да. Но он счастлив, а еще ему еще надо. Да. Позитивный придурок, кому все пофигу. Да. Самое главное, что он счастлив. Да, давайте тогда мучиться. Да. Давайте тогда мучиться. Можно его думать счастливым. Будем, вот у меня есть, я сейчас присматриваю за одной бабушкой в Берлине. ее мать говорила их, вообще бабушка и мать, она их учила, что каждый день перед тем, как лечь спать, ты ложишься и вспоминаешь все плохое, что ты сделал за свой день. плохое. Да. И ты после начинаешь усиленно молиться Богу, чтобы он тебя простил за это. А я говорю по-другому, что ты приходишь, лариса, вечером, смотришь, что ж ты хороший сегодня сделал, и чувствуешь, что вспомнить нечего. Но все равно плохое не вспоминаешь. И я читаю у Саи Бабы недавно, как раз, что перед сном не вспоминайте плохое, вспоминайте хорошее, что вы сделали. Измените вектор вашего мышления в позитивную сторону. Это уже будет изменение качества вашей жизни. Ведь вы же очень часто, ну не очень часто, я думаю, что вы испытывали такое состояние иногда радости, счастье беспричинное. Оно просто накатило и есть. Вот ничего не изменилось. Ты сидишь такой весь кислый, такой, что у тебя плохо, здесь такое происходит, происходит и чувствуется, все хорошо. И вообще все хорошо, ты смотришь, и все хорошо. Что изменилось? Что мир изменился? Мир какой был, такой и есть. Ты изменился. Ты изменил угол, угол зрения на этот мир. Или что-то внутри тебя изменило этот угол, и ты стал уже счастливым. Наша задача просто быть счастливыми. О, класс. Пища – это энергия, не тратьте энергию зря. Деньги – это энергия, не тратьте энергию зря. Любовь – это энергия, не тратьте энергию зря. Это слова своей бабы. Деньги – это особый вид энергии в физическом мире, обладающий огромной энергией. Он может принести счастье, так же, как несчастье. Это абсолютно не окрашенный никаким знаком вид энергии – деньги. Просто энергия. И в зависимости, в тихой них руках деньги превращаются или в позитив, или в негатив. Точно так же, что энергия, которую получает человек с небес, он всегда получает ее. Но от того, что он думает и куда он направляет, получает или негативный результат, или позитивный. Так что деньги – очень важный момент. Это энергия. Не тратьте энергию зря. И относитесь к этому как к энергии. А насчет, была бы вот эта вот связь, чем больше денег, тем больше счастья, абсолютно ложная. Абсолютно ложная. Да ладно. Это классно. Да ладно. Это говорит о том, что человек, видно, еще не прошел опыт деньгами. Большими деньгами. Большими деньгами, да. И он понимает, он не понимает еще, что толщина лопатника или сколько там, деньги могут принести состояние свободы, состояние независимости от некоторых вещей, мелочей здесь в жизни. Деньги могут принести состояние, допустим, возможность путешествовать, скажем так. Но состояние счастья деньги не приносят. Деньги могут выбрать какие-то заботы, которые тебя могли преследовать всю жизнь, а после появились деньги и они исчезли. Но пустоты не бывает. Как только ушла вот эта вот огромная, большая часть забот, на это место приходит такая же огромная, большая часть... Еще больше из забот. Да. И охранники вокруг. Да. У меня есть знакомый в шахтах. Он... Я из города Шахты, Ростовской области. Я в Индии. Он мне как-то говорит, Женя, ты понимаешь, как я вот всю жизнь хотел стать богатым. И он стал богатым. Он очень, очень скупо, целенаправленно пахал. И он говорит, ты понимаешь как? Я вот... Ему, может быть, лет сорок сейчас. Я, говорит, десять лет потратил, чтобы заработать деньги, чтобы иметь деньги. А сейчас ситуация, что деньги имеют меня. Я не могу остановиться. Я уже понял, что деньги счастья не приносят. Что деньги то, о чем я думал, не приносят. А уже остановиться я не могу, потому что деньги меня уже захватили. И такое бывает. Саибаба говорит так. Своим преданным нищенствовать не позволю. Не допущу, чтобы они нищенствовали мои преданные. Но накопительством заниматься тоже не позволю. Поэтому приходим к выводу, все, что тебе дает он, тому и радуйся. Это значит твое. Вернемся к потоку. Как-то мы так жик-жик-жик-жик, но по-моему, в нужном направлении. Поток это и есть тот внутренний учитель, о котором говорится, что он предпочтительней. и если вы проявите усилие и терпение, поток это тот внутренний учитель, который позволит вам войти в эти врата. Только для начала нужно понять, хочешь ли ты войти в эти врата. вот в чем дело. Если ты еще от этого мира не устал, если ты не задыхаешься от него, и у тебя нет вот этого дикого томления внутри, чтобы ты с ним слился, живи. Живи в этом мире. Пытайся понять, пытайся разобраться с собой, хотя бы минимум наслаждайся этим миром, но ты должен знать, что этот мир двоякий. Ваша жизнь это череда страданий и наслаждений, страданий и наслаждений, страданий и наслаждений. И так будет всегда. Если вы себя обманываете тем, что я еще в этом мире покувыркаюсь, потому что мне сейчас хорошо, имейте в виду, что будет фаза страдания. То, что дает вера, оно дает спокойствие и умиротворение. Вот у Саибабы название Прошантинилоям передъездом в Путапарте. Прошантинилоям можно перевести так, как остров спокойствия. И вот многие кто путешествовал, кто не путешествовал, но в любом случае люди, которые приезжают, дело в том, что я ездил только к Саибабе, я могу говорить только об этом. Вот приезжаешь туда, вроде бы ничего не изменилось. Вот такое спокойствие. А из этого спокойствия такое состояние блаженства. Исчезает весь мир, исчезают все эти заботы, которые над тобой висели, какие-то там судебные разбирательства за квартиру, или какие-то долги, или какие-то проблемы, или проблемы с детьми. Все это исчезает, и ты находишься почему-то в таком спокойствии и блаженствии. И все, что там происходит, та же самая жизнь, но внутри у тебя радость, произрастающая и спокойствие. радость и спокойствие. Поэтому вначале принять все как есть. Вот это принятие этого мира принесет вам спокойствие, и спокойствие родится радость. Если ты не принимаешь все, что происходит с тобой, и считаешь, что это несправедливо, у тебя не может быть спокойствия. просто не может быть спокойствия. Прими всю свою судьбу. Вот назад так маханул взглядом и сказал «Ха! Оно так и надо было. Значит, так надо. Это проявление его воли, его любви ко мне». А что человек делает? Он назад так посмотрел и сказал «Ёб моё! Вот если бы я знал, тогда я бы все рубли поменял бы в доллары! Или ох, если бы я тогда знал, я бы в эту пирамиду не полез!» И вот он взгляд назад раз и только беспокойство приносит. Другой вариант. Он посмотрел назад, а сзади любовь, морковь, цветы, красота, а сейчас этого нет и опять беспокойство. «Да примите все, что с вами произошло, как должное!» Это отправная точка. Примите все. Вы изменить то, что было, не можете. Чего ж вы страдаете? Примите и отпустите. Вот у Цезаря есть такое выражение. Что такое просветление? Он говорит, есть два варианта. вот так. Разожмите ладони и отпустите все ваши проблемы и заботы. Не сомневайтесь, что Бог вас любит и ведет вас и не оставит никогда. И Он всегда любил вас и вел вас. Вот так отпустите. Но это один уровень отпустить. Тогда в ладони что-то может остаться. А второй уровень отпустить вот так. Вот так отпустите. Чтобы все, что в ваших ладонях упало и стало не вашим. Так поток как раз это подтверждение того, что Он есть. Подтверждение того, что Он любит вас и что Он готов вам помочь. Только повернитесь к Нему. Бог говорит так, сделай ко мне шаг, я к тебе сделаю десять, пойди ко мне, я к тебе побегу. Сделайте этот шаг, и Он пойдет к вам навстречу. Он ждет этого, Он ждет этого, и все, что с вами произошло, это было для того, чтобы вы наконец-то прожили к Нему и взяли шаг к Нему. Я иду к тебе, и ваша жизнь меняется. Я не перехожу в рамки приличия, Ну хорошо, давайте вопросы. Хорошо. Хорошо. Начнем с детства. Мне надо годика три-четыре, нет, на четыре-пять, наверное. Я помню, я всегда просил отца, чтобы он меня провел через кухню. Мы жили в своем доме, потому что в доме всегда стоял где-то по два-двадцать места, как такой детина, в голубой челме, с вот такими голубыми глазами. я всегда проходил с отцом и так за руку, я это помню очень ярко, и говорил, батя, ну посмотри, вот он же он стоит. Он говорит, да кто стоит, типа, ты чё? И вот у меня вот несколько, это вот с детства воспоминания. А теперь можно к вам задать вопрос, кто это два-двадцать ростом в голубой челме с голубыми глазами? Ну-ка скажите мне. Это Эль Мория. Оказывается, я что, знал в детстве, что как выглядит Эль Мория? А что, два метра? Он два-двадцать. Да, он два-двадцать ростом был, да восемнадцать. Он когда жил? При жизни. Когда он был что-что? При Елене Ивановне еще в этот период. Да. При Рерих. Да. Это было физическое воплощение. Так вот, я ж не знал это, но я это видел. После, когда я первый раз увидел портрет Эль Мория, думаю, ух ты, блин, знакомые лица, думаю, что ж такое? И вот после в детстве лет семь-восем мне было меня заинтересовал вопрос смерти. Это не то, что я сидел и думал, нет, я был абсолютно обыкновенный мальчик, который ни с чем не интересовался, либо что-то повзрывать и пострелять. И вот меня вот этот вопрос смерти стал волновать, и вот я рассказывал это уже на семинарах, ну повторюсь, тогда спросили. И вот лежу у кровати и думаю, как же так? Вот я сейчас есть, я живу, и я умру. Мне стало так печально, я плакал, бедненький. Ну и что ж такое? Я опять прихожу, думаю, нет, ладно, нужно узнать, что это такое. Я ложусь в кровать и умираю. я умер. Я вижу, как меня хоронят, я вижу, кто пришел на похороны, на священие обижаюсь, потому что кто-то не пришел. Меня закопали, вот я лежу в гробу, вижу, лежит скелет. Но я-то остался. Я никак не могу понять, но я же чувствую, что я остался и я засыпал. И вот так было раз пять, шесть, семь. И в какой-то момент точно так же себя опять похоронил, закопали, разложился, вижу этот скелет в гробу. И здесь со стороны я вижу у себя внутри черепа вот такого размера бирюзовую точку, яркую-яркую. И она так вылетает из-под земли и я становлюсь этой же точкой. И эта точка поднимается в космос. Я вижу землю так слева вот такого примерно размера и учитель. голос учителя вот он справа от меня мне говорит «Истинный ты здесь, а там только тело, ты бессмертен». И я обратно возвращаюсь в свое тело. Я приближаюсь к земле, к городу, прохожу через крышу, вижу всех спящих в доме, я раз в себя вошел и все. Я проснулся, думаю, это интересно. и я сразу же похоронил мать, отца, брата, всех, всех своих знакомых, друзей, всех похоронил. Они тоже умерли. Зачем я это делал, я не знаю, но я это сделал. И после лет семь, восемь назад я в какой-то книге нахожу, что оказывается у тибетцев улам есть такой опыт похоронить всех своих родных и близких при жизни, чтобы оборвать ту связь, которая связывает вас с ними, чтобы ты мог их любить без связи. Оказывается, эта практика существует. Это вот детские воспоминания. После я помню, как я левитировал в детстве. Помню, как я летал, я собирал там бабочек и все остальное, потому что был очень худенький и такой чахленький. Мне только бабочек собирать. И вот я, помню, летал по полю с этим, сачком за бабочками. Ну и кто, конечно, свидетелей нет, поэтому подтвердить не могу. Может быть, по мне Кувшинова плачет, не зря я там жил, но вот такой опыт. И все. И здесь я понимаю, что произошло такое, как бы сказать, был на... Это мой опыт личный. На мне был такой надет колпак созревания. Я жил абсолютно не думая, ни о чем высшем, ни о Боге, ни о чем. Мне это все было вообще неинтересно. Я просто жил. Мне были свои интересы, обыкновенные пацаны, то есть все. Бабушка верующая, которая говорила, «Ах, окаянные, Господь вас накажет, лишаки!» Мы с братом выскочим. «А, какой накажет? Да давай на Бога матом крыть, иду ли ему показывать». Не наказывай, значит, его нет. Вот так мы себе доказали. И вот так вот жил. И интерес появился истинный, где-то, может быть, 27. Постепенный, постепенный интерес. Ну, там, йога, какие-то упражнения, боевые искусства. А интерес проявлялся в чем? Чувствуешь, что это искусство, что это красота, что здесь есть какая-то тайна. Приду к учителю, приду в секцию, посижу, посмотрю. Не то. Опять приду, посмотрю. Не то. Вот несколько раз, может быть, 5-6-7 секций посетил, посмотрел. Не то. Мне это не удовлетворяет. После авторитеты я стал анализировать, а кем бы я хотел быть? Никем. Нет у меня приоритетов в жизни, на кого бы я хотел быть похожим. Разве можно так жить? Никакого интереса. Ну, просто жил себе и жил. Там жена, ребенок, любовь безумная. О чем мы говорили. После какой-то разочарования весь этот мир рухнул, потому что после приоритетом стали жена и ребенок. И когда это стало накрываться, ты понимаешь, что и это все нереально. И вот тогда, впервые, я стал молиться. Это был 1987 год. Я впервые стал молиться, поднял глаза к небу и сказал, Господи, единственное, что меня сейчас может интересовать, это помощь людям. Больше я цели своей пребывания в земле не вижу. Отдай мне силы помогать людям. Я буду это делать. Для тебя. Мне не надо все. Буду для тебя. Мне ничего не надо. Мне эта жизнь, вот, я буду делать для тебя. И он дал. А потом уже началось всякие там мистические дела, там чудесные спасения, там и все остальное. Это все через это все прошло, потому что мне легко верить, потому что я много чудес видел. И главной, основной точкой было, это когда мне дали книгу Саи Бабы, это я уже получил поток в 88-м году. В 98-м. В 98-м году уже был поток. И вот я уже тренировался усиленно, там уже были какие-то друзья, которые могли, тоже тренировались. И здесь я открываю книгу Саи Бабой. У нас группа была в Берлине очень такая активная, шизотерическая. Ух, послание с небес получали там, ой, с подписями такими, что красота. И я открываю книгу, и там вижу портрет Саи Бабы. Я понимаю, что это он. Это тот, который с детства мне говорил здесь вот, во сне, который мне преподавал, это он. Я сразу сказал, я еду в Индию, я приехал. Приехал туда, я теперь понял, кем я хочу быть. Я хочу быть им, Богом. Это единственный авторитет, единственное живое существо, которое вызвало мне желание быть им и похожим на него быть. Все остальное было интересно. Коротко. Понятно? Про цепах. Не могу отвечать на вопросы? Давайте. Что-что? Ну да, есть такая Нибхагавадгита, какая-то другая, я забыл, как название, гита, и там вот пишется, там просветленный мастер пишет, что просветление из активного, целеустремленного, стального человека превращает его просто в инфальтивного, инфальтивного такого идиота, сидящего и улыбающегося. Разберемся? Отчего он улыбается? От счастья. Саибаба говорит так, вся ваша любовь, направленная кому-то персонально, это не любовь. Любовь не может быть направлена на какой-то объект персонально. Она не персонифицирована. Единственные слезы, которые признает Бог, это слезы радости, все остальные слезы, которые у вас были, это слезы, плачущие о себе, о потере, а это слезы эго. Понимаете, есть люди, для которых, допустим, солнце – это просто инструмент отбрасывания тени. У нее такое сознание. тогда не стоит даже тратить энергию, силы, объясняй ему что-то. Не спросили – не отвечай. Есть такая практика, мне понравилась, Татьяна Платонова, когда она была в Берлине, мы сидели, и она говорит, она применяла эту практику на себе. приходить в какую-то компанию и отвечать только на вопросы. Вот задали вопрос, ты конкретно что-то ответил на вопрос, и молчишь. Не втягиваться вот в этот сыр-бор, а просто или молчать, если ничего не спросили, или отвечать только на конкретные вопросы. Здесь у меня не получилось. Тогда вопросы давайте. А вот я тогда был уже в потоке, ваш опыт в хождении в этот поток? Опыт в хождении в поток. Дело в том, что в детстве я был очень трусливым и таким слабеньким мальчиком, и драться я всегда не любил. Хотя меня привлекали боевые искусства, скажем, с какого-то времени, но я драться всегда не любил. И когда началась вот эта возня, ну все были в школе, там пацаны, давай разберемся, туда-сюда, я всегда пытался всеми путями избежать конфликта. Но были моменты, когда тебе уже все, тебе некуда было бежать, и тогда ты говорил, ну все. И в этот момент исчезало зрение, и ты открыл глаза, когда все уже лежали. А все твои друзья на тебя смотрели вот такими глазами, и говорили, ну ты дал, а ты не знаешь, что ты дал, что ты ничего не видел. Это вот проявления в детстве, которые были. Это не как полицейские. Да. Нет, это ниндзя. Это ниндзя. Да. Это японские воплощения. Это вот первые были проявления потока, о которых я не знал, что это такое. А после моя супруга, это было в Минске, мне говорит, Женя, посмотри, вот я сейчас представляю, что я ем, и мои руки делают такие движения, что я ем. Вот я взяла вилку, вот я взяла нож, вот я ем, и руки работают. Я посмотрел, думаю, ну из кувшина, ну что поделаешь. Да. И она мне что-то там экспериментирует, смотрю, как-то увлеклась, и я пошел спать, думаю, а фигня какая. Где-то в час ночи она будит меня. Я говорю, вставай. А у нас была большая пятикомнатная квартира в Минске, и один зал был огромный, просто покрыт ковром. Я тогда много зарабатывал, и мог себе позволить. Ну, с цеховиком был. Говорит, выходи. Я вышел. Ну, представьте, спасу меня. Стоит моя супруга, которая к спорту имеет такое отношение, как заяц к ступсигналу. Говорит, нападай на меня. Ну, я типа махнул, чувствую, михнула моя задница, я лежу. Ничего не понял. Ну-ка, повторим. Опять. Она опять же такое сделала, я ничего не понял. И как начала она меня мотать по этому залу, я только летал. с применением таких приемов и таких болевых точек и всего такого, что я просто был в шоке. Она меня размазала просто. Человек вообще не имеющий отношения к боевым искусствам никакого. После мы стали экспериментировать. Мы ей завязываю глаза и бросаю у нее яблоками. Она их на лету ногами разбивает в муку просто. Нужны ли мне доказательства, что это что-то необычное? Не нужны. Я это видел. И она мне говорит, Женя, давай, попробуй. Встань вот так. Поставь руки перед собой. Потому что был такой Астанет, Алиев такой, он лет 20-30 назад именно это преподавал. И один раз была передача по телевизору, что человек ходил в какое-то особое состояние через этот прием. Говорит, ну-ка попробуй. Встань. Вот я встал. Я стоял часов шесть. Почему я стоял часов шесть и ждал? Потому что я же видел, что она делает. Она же меня била. Она же на мне применяла все эти болевые точки и приемы, которых она никогда даже слышит. Я никогда не слышал даже. Я вот стоял, стоял, и вот где-то под утро чувствую, светает, руки там отваливаются, и чувствую, руки так двинулись. И стали двигаться. Я четко фиксирую, что руки двигаются, я ими не двигаю. И вот они как только сдвинулись, и все. Вот как они тогда сдвинулись, то же самое я знаю, умею сейчас. Ничего не добавилось, не убавилось. Понимаете, если взять, допустим, трехлитровую банку и открыть ее, то она останется всегда такой. Ты просто не знаешь, что там этот объем. знаний. Вот как энциклопедию. Оп, открыл, перед тобой энциклопедия. Вот она и появилась. Ничего не добавилось, ничего не убавилось. Что я знал тогда, то я знаю сейчас. Но то, что не умом, а вот теми качествами. Все, сразу лечение, там, акупрессура, там, приемы, там, ломание бутылок руками, там, все это было там, уже сразу. И йога, конечно. Учитель стал делать йогу мне. Я на второй день сел в лотос. Я пытался перед этим лет семь. Сесть в лотос, это было невозможно. На второй день, после того, как учитель стал меня вести, я сел в лотос. И он стал показывать любые техники. И у меня, что интересно для меня, я вначале делал, а после находил в источниках подтверждение, что я делал. Пранаяму, всякие йоговские упражнения. Он тебя стал просто вести, вести, вести. Но самое главное, чтобы ты не сомневался. Как только ты допускаешь мысль, поток начинает меняться. Как только ты допускаешь желание, поток начинает меняться. Здесь вот именно стать прозрачным и стать верующим. Я когда сейчас в Берлине говорю, мы приходим сюда не тренировать тело, мы приходим сюда тренировать веру. Потому что основа всего есть вера. Так вот поток это подтверждение того, что это есть инструмент, увеличивающий вашу веру. а при увеличении веры ваши заботы просто исчезают. Ваши проблемы просто исчезают. По мере увеличения той веры, того потока, который протекает через вас. Вы, я не знаю, во всяком случае, много всяких ситуаций, подтверждающих, как люди получали сверхспособности, там, и чтение мыслей, там, и все, что угодно. Это все пройдено, это все есть. Задача не в этом, задача не в сверхспособности, задача вот это вот тонкое, тонкое, тихое спокойствие внутри. Принятие этого мира и свечения в Гималаях, чтобы поток достигал России. Понимаете? Вот это свечение, которое у вас, вы же начинаете гореть, у вас внутри загорается этот светильник, и он греет, вот тогда вы поймете, что значит неперсонифицированная любовь, когда ты стоишь наполненный верой, а из тебя этот огонь идет. И человек получает иногда помощь, ты даже не знаешь как. А он приходит и говорит, Женя, ты меня изменил, ты меня спас, а я не знаю, как это произошло. Я просто сидел и не сомневался. Все. И по мере того, как ваша вера будет расти, чудеса, происходящие вокруг вас, будут усиливаться, и ваши сомнения будут улетучиваться. Но прежде чем вам что-то дать, какую-то силу, Бог вас проверит, способны ли вы, готовы ли ли. Потому что с того момента, как вы повернулись к Богу и пошли к Нему, над вами уже не действуют никакие гороскопы, никакие ваши линии судеб, ничего. Вы разбираетесь тет на тет сценаристом. Молитесь и дано будет. Вот когда вы повернулись к Нему и с Ним говорите напрямую, Он может делать все, что угодно. Не сомневайтесь только. Если Он не сделал моментально то, что вы хотели, это не значит, что Он не может этого сделать. Это может быть значит, что вам это вредно. Отдайте свои страхи, заботы, все, и в Его руки. Он вообще стоит вот так вот и говорит, ну дайте мне ваши проблемы, ну дайте, нет, мы их держим. отдайте их и не сомневайтесь, что Он вам поможет, но при этом не указывайте Ему, как вам помогать. Если вы просите помочь вам в чем-то, не указывайте, как вы хотите, чтобы Он помог вам, просто отдайте Ему свои заботы, проблемы и отпустите. А что было легче? Вы получите эту силу, которая каждый раз нырнув туда, даст вам подтверждение, оно ведь так. Потому что ум может вас закрутить, обмануть, туда увлечь, сюда увлечь, но когда вы все-таки нашли усилия, по-настоящему и так вот нырнули туда и остановили эту связь, у вас сомнения все исчезают. Вы получаете подтверждение на физическом мире о его существовании и внутренний учитель знает, что вам дать, куда повезти, какое движение сделать. Доверьтесь. В состоянии потока можно работать в двух направлениях. Одно направление, я считаю, это основное, это ты взял и отдал себя на его волю и он управляет тобой. И второй программа. Программа, когда ты уже не сомневаешься, ты просто просишь его, чтобы он тебе показал это и он тебе показывает или не показывает. Если не показывает, значит не твое или в данный момент. Не сомневаюсь, не думай, что ты от этого стал более ущербным. Нет. Вот допустим, я не музыкант. У меня тренируется музыкант. Вот когда он садится за рояль, он работает в очень больших гостиницах, играет то-се, и в гостиницу приезжали, день рождения Майкла Джексона приезжала вся его семья, и он на корабле играл фортепиано, джаз. Можно сказать, основатели джаза. Папы джаза плавали с ним на корабле, и он входил в поток и выдавал джаз. Эти папы были в восторге, они ему аплодировали. Я сажусь за рояль, нифига, вообще нифига, вот не идет никак, вот то, что выдворяет мое тело, ну просто кошмар, ну не мое, понимаете? Поэтому если это не ваше, не расстраивайтесь, значит это не ваше. Но в любом случае этот внутренний учитель вас выведет к тому, к вашему предназначению, поведет вас по пути минимальной, минимального пути к себе. он будет вас трансформировать, он будет делать вам упражнения, которые он будет вам восстановить ваше здоровье. Это первое, с чего он начинает. Потому что больной человек, голодный человек, не может думать о Боге. Он думает о той проблеме. Поэтому он первым делом будет вас восстанавливать. доверитесь хотя бы в этом, даже здесь уже чистая заинтересованность. Проверьте. Ну что, друзья, давайте вопросы. Как там? Как по времени? Время-то уже почти 20. Что мы будем делать на следующие дни? В последующие дни в чем заключается вещь? Передо мной садится человек, А я обращаюсь к Всевышнему, прошу его о милости для этого человека. И он через меня меняет ваше поле и создает возможность этого соединения. Что-то убирает, что-то наполняет. И это делаю не я. Вы знаете, есть Шахтипата. Шахтипата это передача энергии от учителя к ученику. Так вот, Шахтипата, когда учитель передает ученику, он может дать слишком мало энергии, тогда ученик никуда не сдвинется. Он может дать ученику слишком много энергии, тогда он сгорит. Это учитель должен видеть на каком уровне конкретно находится ученик и дать ему конкретно столько энергии, чтобы он мог сделать этот шаг и пойти в том направлении, в котором хочет учитель. То, что я вам передаю, это не моя шахтипата, это ваша шахтипата. Ту, которую вы всегда имели в себе. Просто через меня будет организована связь между вашим в этой божественной частью с им же. Это вы, ваша внутренняя, ваша душа, ваша божественная часть «Используй меня!» Организуй эту связь. Вот что будет. После того, как с каждым из вас будет произведена эта скажем, инициация, такое красивое слово, здесь в Екатеринбурге придумали для меня, что я произвожу инициацию. Звучит красиво. Шахтипата, как угодно. После этого, кстати, кто уже был, тот будет стоя проходить. Потому что, что, что? А я не знаю, спроси. После этого каждый попробует войти в этот поток и почувствовать, как он действует через него. И вот мы завтра будет у нас, скажем так, шахтипата, инициация и все остальное. И, скорее всего, возможно, мы попробуем первую часть. А после будем расширять поток. Насколько возможно за эти дни, пока я здесь. Потому что в присутствии силы со стороны этот процесс происходит в геометрической прогрессии. Вы знаете, какая коллективная энергия работает. И вот мы этим будем заниматься. Вы каждый почувствуете, как Бог любит вас. Как Бог проникает в вас. Как Бог управляет вашим телом, минуя вашу бешеную обезьяну, которая цепляется за все. Вот так вот. Которая боится всего и хочет всего. Вот минуя ее, ваше тело будет работать, управляемое высшим. Вот это мы будем делать. И это не имеет никакого отношения к одержанию. Это не имеет никакого отношения к гипнозу или какому-либо воздействию со стороны. Нет. Именно захватывание вашего сознания, чего-либо. Нет. Не сомневайтесь. Да. Ну, это все. Да, готовы ответить на вопрос, если есть. Или встречаемся завтра. Я тоже готов. Ну что, друзья, тогда до завтра. Пока. Поехали. Пока.